Среди людей, когда-то живших на Дмитровской земле, есть несколько имен, известных во всем мире. Одна из таких знаменитостей – замечательный русский художник Виктор Михайлович Васнецов. Кто не знает его трех богатырей – Витязина Распути, царя Ивана Васильевича Грозного и другие исторические и сказочные полотна великого живописца. Некоторые из этих картин Васнецов писал в Дмитровском уезде, где у него было свое имение. Вот в этом храме Васаурова Виктор Васнецов в начале 20 века был не только ревностным прихожанином, но и участником украшения церкви, иконы Божией Матери и всех скорбящих радость. Пока доподлинно неизвестно, сам ли великий мастер расписывал вот эти стены, или его ученики работали по эскизам Васнецова. Сейчас от тех фресок едва что осталось. Церковь понемногу восстанавливает, но уникальные следы художественного присутствия мастера духовной живописи утрачены безвозвратно. Для тех, кто забыл или не помнил, что в этих местах 16 лет прожил русский гений живописи Виктор Васнецов, был установлен рядом с деревней Ваньково памятник. На нем выбиты слова самого художника «Я всегда только Русью и жил». Эти слова – все, что напоминает о знаменитом живописце. От имения мастера ничего не осталось. Точное местонахождение усадьбы великого русского живописца Виктора Васнецова неизвестно, но, скорее всего, она находилась где-то здесь, в конце, сохранившейся до наших дней липовой аллеи. Ни стен, ни фундамента дома Васнецовых не осталось. Сюда, в гости к Васнецову, приезжали ровно сто лет назад Нестеров, Серов, Репин, Поленов – цвет русской и европейской живописи того времени. Здесь было два пруда, в которых любили купаться многочисленные и знаменитые гости хлебосольных Васнецовых. Цветущие яблони и липы были настоящим раздольем для пчел, и местный мед был очень вкусным. Сегодня на месте знаменитой усадьбы Васнецова нет ничего, только заросший пустырь. В 2018 году хозяин покинул свой дом Ванькова, и на этом судьба имения быстро начала кланяться к закату. К сожалению, большевики предъявили большую контрибуцию по тем временам Виктору Михайловичу выплаты 20 тысяч рублей или освободить усадьбу. Семья Васнецовых приняла решение освободить усадьбу, и с болью сердца, как я читала книги, воспоминания их, что они поставили усадьбу, на Виктору Михайловичу это очень много подействовало. Тем более были потеряны при переезде картины, эскизы, и это очень ухудшило здоровье Виктора Михайловича. Он был очень удручен, потому что он очень любил проводить время именно здесь. В первые советские годы в усадьбе Васнецовых собирались устроить коммун, затем дом отдыха кооператор. После войны дом разобрали и перенесли в соседнюю деревню Шадрина, в пионерский лагерь Березки. Уже в 90-е усадьбенный дом разворовали, и через некоторое время он и вовсе сгорел. А сегодня, кроме вот этого, поставленного недавно памятника в честь великого русского живописца, ничто в Митровском районе не напоминает, что на нашей земле долгие годы жил и творил Виктор Михайлович Васнецов. Я очень надеюсь на сохранение и восстановление исторического наследия этого места, где проживал великий художник, который говорил, у него есть такие слова, цитирую, «Я только Русью и жил, и плох тот народ, который не помнит и не знает своей истории». Поэтому наша задача, конечно, восстановить.